В давнем прошлом астрономы через мощные телескопы смогли сначала предположить, а затем и обнаружить, что эта звезда движется вместе с другой звездой, спутником, которая меньше нее и невидима невооруженным глазом. Таким образом было установлено, что Сириус состоит из двух звезд, Сириуса А и Сириуса Б. Сириус А ближе к Земле. Кроме того, масса Сириуса А в три раза больше массы Солнца, и она в десять раз ярче Солнца. Сириус Б является белым карликом. Он невидим невооруженным глазом, и его масса приблизительно равна массе Солнца. Однако, в силу того, что его размеры лишь в четыре раза больше размеров планеты Земля, то его плотность чрезвычайно высока. Система звезд Сириус движется по направлению к планете Земля со скоростью сотни тысяч километров в час. Период обращения Сириусов вокруг Земли в точности равен нашему солнечному году, то есть 365 дней и 6 часов. Древние египтяне заметили это примечательное сходство между звездой Сириус и Солнцем, и первым днем своего календаря приняли первый день появления Сириуса на горизонте с востока. Сириус становился объектом пристального внимания многих цивилизаций древности. Многие народы веровали, что эта звезда обладает некими магическими силами. Более того, некоторые племена и народы впадали в ереси язычества и начинали поклоняться этой звезде. Но ведь Сириус, так же как и все звезды, как и все сущее, есть лишь одно из творений Всевышнего Создателя, Господа Миров. О звезде Сириус, название которой в арабском языке звучит как Шира, Аллах упоминает в Коране в 49 аяте суры «Звезда». Истинно Он Господь Сириуса Две звезды Сириус А и Сириус Б находятся в непрерывном движении. Обе звезды Сириуса движутся навстречу друг другу по лукообразной оси и по самым точным подсчетам сближаются на максимально близкое расстояние раз в 49,9 лет. Эти научные данные были получены астрономами известнейших обсерваторий Гарварда, Оттавы, Лекестера и сегодня являются уже доказанным научным фактом. Самая яркая звезда Сириус на самом деле это пара звезд. Период их обращения составляет 49,9 лет. Как известно, звезды Сириус А и Сириус Б совершают цикл обращений друг вокруг друга каждые 49,9 лет и обращаются по двойной лукоподобной оси. Здесь важно обратить внимание на это обстоятельство. Две звезды, обращаясь друг вокруг друга, словно бы прочерчивают две лукообразные орбиты. Звезда Сириус упоминается в 49 аяте Корана. В 9 аяте Суры звезда мы встречаем поразительно глубокое сравнение. Так стало расстояние между ними двумя равно двум пролетам стрелы лука и еще более приблизилось. Как видно, в 49 аяте упоминается о периоде сближения двух Сириусов. Повествование в 9 аяте Суры звезда указывает на две звезды Сириуса, которые сближаются друг с другом по некой лукообразной оси. Причем период их сближения и составляет номера аятов в Суре. Если сопоставить вместе номера аятов, то есть 49 и 9, то перед нами является чудо божественного откровения. Здесь перед нами встает еще один из математических феноменов Корана. Конечно же, 14 лет назад, когда еще не существовало даже основ астрономии, как науки, люди не могли бы даже предположить, что звезда Сириус имеет еще и вторую звезду-спутник, невидимую невооруженным глазом. И что период сближения этих звезд составляет 49,9 земных лет, и сближаются они по лукообразной оси. Эти факты стали доступны осознанию ученых только в конце 20 века. Удивительный научный феномен, который не мог быть известен во время Неспослания Корана, поразительным математическим образом сообщается нам в Коране Всевышним Создателем, что еще раз доказывает нам, что Коран есть откровение Всевышнего Господа, Творца всех миров. Коран – это откровение Всевышнего Господа. Все феномены, которые мы рассмотрели в этих фильмах, показывают нам очевидную истину. В колоссальном тексте Священного Корана нет ни одного противоречия. Более того, все знания, неспосланные в нем, с каждым новым этапом развития человечества раскрываются в новом свете. Ни одной из сообщаемых в Коране множество научных, исторических или математических феноменов этой книги не могло быть известно кому-либо из людей в период его неспослания. Многие из фактов Корана открылись науке и стали доступны пониманию ученых лишь в течение последнего XX века. Многие факты и сейчас еще остаются непознанными нами. Вне сомнения, подобное положение является ясным доказательством того, что Коран не мог быть написан кем-либо из людей. Коран – это откровение Всевышнего Творца, Создателя Всего Сущего, Всевышнего Аллаха. И смысл его оберегается Господом в неизменном виде со дня его неспослания 14 веков назад. Скажи, и если бы все люди и джинны собрались вместе, чтобы создать подобное Корану, и даже если одни из них помогали другим, они не смогут создать ничего подобного ему. Священный Коран есть Слово Аллаха, Господа всех миров, сотворившего все из небытия и охватившего все сущее своим могуществом и знанием. Нам надлежит лишь принять и следовать божественным предписаниям и уверовать в откровение этой книги, которую Аллах даровал людям, как наставление и руководство в жизни, ибо так повелевает нам Господь. И эта книга, которую мы не спасли, благословенна. Так следуйте же ей и будьте богобоясненны, и, может быть, вы обретете спасение. Продолжение следует...